В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! Уже знакомым по видео. Ну, лучше всего, чтобы он, наверное, сам представился. Здравия тебе! Здравия! Меня зовут Велеслав. Я верховод общины Родолюбия. В данном случае представляю Содрульство общины Велесов Круг. Естественно, я его не один здесь представляю, но я в частности с нашими хорошими друзьями. Мы сегодня празднуем здесь Купало. Купало у нас в России, поскольку огромнейшая страна, празднуется везде по-разному. Кто-то празднует, когда солнцестояние, кто-то чуть-чуть попозже, кто-то вообще в июле. Там много традиций у нас. Почему вот этот день был избран для празднества? И по какому сценарию проходит здесь мероприятие? Ну, сначала, наверное, о самой дате. В народной традиции так сложилось, что празднуется 24 кресня июня месяца. Сама точка солнцеворота, она приходится примерно на 21 число. Соответственно, когда солнце победит, когда солнце перейдет за свою точку, собственно говоря, празднуется народное, происходит народное гуляние. Сама точка Купалы, как и точка Каляды и вообще вот важных солнечных праздников, она в народной традиции считалась достаточно опасной. Опасной в каком смысле? Это связь Яви и Нави, когда какая-то часть годового круга переламывается, переходит в новую часть круга. И вот этот вот переход, он считается достаточно опасным. Некоторые люди ищут его сознательно. Для тех, кто хочет именно прозреть что-то за пределами явного, за пределами зримого. Поэтому для ведовской традиции эти точки особо важны. И они именно в эти точки, последователи этих традиций, соответственно, отдельные люди, стараются совершить свое обрядево, какое-то действие. Ну, скажем так, заложить программу на дальнейшее полукола или весь годовой круг. Но для всего народа, для которых вот этот преждевременный взгляд вновь, взгляд за пределы, он не актуален. Для них актуально, чтобы смерть была где-то там. Поэтому делается множество оберегов от той стороны для утверждения жизни. И смотрится, когда вот эта точка пройдена. Есть такое явление, как солнцестояние. Вот солнцестояние, оно занимает примерно три дня. Это когда чисто визуально, зрительно, кажется, что солнце встает каждый день в одной и той же точке. Потом оно начинает двигаться. И вот после этого самого солнцестояния происходит массовое народное празднество. При том, что я подчеркиваю, сведущие люди могут праздновать именно в точку, самую важную, самую опасную для кого-то, в точку солнцеворота. Здесь у нас проводится это мероприятие три дня. Фактически, да. То есть даже некоторые люди заехали сюда уже чуть ли не неделю назад. Кто-то... Официально имеется в виду? Большая часть сюда мы приезжаем в пятницу, приезжаем. И вот суббота, воскресенье или шестока неделя, говоря по-славянски. Вот эти дни, соответственно, празднуются. Мы, так как сюда приезжает много народу из других городов, ну даже из других стран, собственно говоря, мы стараемся приурочить вот это вот массовое народное гуляние к каким-то выходным. Это делается, подчеркиваю, только для удобства нашего физического, ну принимая вот злобу мира сего-то. Действительность, да? Действительность, все сложности, чтобы вырваться человеку с работы и так далее. Вот. Но я, тем не менее, надеюсь, что люди, которые хотели отпраздновать именно в саму точку, они это отпраздновали. А после того, как вот это богодеяние, свершение солнца произошло, соответственно, мы все можем порадоваться этому процессу. И здесь плюс-минус день это не является принципиальным. Это не является вот важным. И тут еще один важный момент. Когда мы празднуем обряд, мы, как бы сказать, переносимся вот в некое иное пространство и время. Ну так, переносимся в кавычках. То есть пространство обряда – это всегда пространство за пределами времени и пространства. Это как бы то время первотворения, когда сварок ковал твердь небесную и твердь земную. Когда боги рождали этот мир, создавали этот мир. И вот мы через обряд, мы возвращаемся к этой самой точке начала, точке изначалья, в которой мы, вставая воедино коло с родными богами, вольны и способны вот эту сотворить магию. То есть, в частности, сотворить магию в своей судьбе, создать свою судьбу. Как боги творили мир, так мы создаем круг своей судьбы, ну, хотя бы на ближайший год. Опять-таки, это не значит, что мы не вслушиваемся в природные ритмы, что мы не доверяем своей судьбе и так далее. Но, с моей точки зрения, человек призван здесь быть сотворцом родных богов. И происходит именно сотворчество. То есть, боги дают определенное направление, определенный вектор движения. И человек может его так или иначе корректировать. Соответственно, вот эта вот соединенная воля людей и богов творит так или иначе нашу судьбу. Мы можем, на это не обращать внимания, или мы можем увлечься чем-то своим, очень личным, очень приходящим, очень смертным. А можем обратиться к бессмертному внутри нас и следовать вот этому самому зоу богов. И вот, когда мы входим в Нисон с божественной волей, когда между божественной волей и нашей нет разницы, тогда получается самое великое волшебство. Я надеюсь, что для многих оно сегодня случится. Хорошо. Как современным языком сказать сценарий? Что сегодня будет происходить, и что уже произошло, и чем все это дело закончится? Ну, значит, первое, что было сделано. Так получилось, что место для нас сейчас, для всех, это новое. И мы были вынуждены здесь, соответственно, устанавливать капище. Было выбрано место, было установлено четыре священных извояния. Это Сварог, Перун и Велес, которые связаны с тремя мирами. Верхним миром Сварог. Перун, Яфь, охраняет Яфь от Нави. Велес, мир Нижний. Здесь я сразу хочу сказать, что не стоит следовать вот таким распространенным, что ли, христианским представлениям о добре и зле, и демонизировать Нижний мир. Вот как нельзя демонизировать разрушение, созидание разрушения – это не добро и зло. Как день и ночь – это не добро и зло. И вот наши боги, созидающие боги, разрушающие боги – это две стороны одной медали. Чтобы что-то, любой процесс в мироздании проходит через вот обе эти фазы. Есть фаза созидания, есть фаза растворения. Это правильно, нормально и гармонично. Мы формируем какое-то пространство, и приходит время, когда оно должно быть растворено. Для того, чтобы обрести мудрость, надо разрушить невежество. И здесь это тот случай, когда разрушение и боги, связанные с разрушением, помогают на духовном пути. Поэтому не спешите говорить, что вот, скажем, там, темные боги, чернобог – это зло. Все сложнее. В славянской картине мира все намного сложнее. Нет добра и зла – это наши оценки. Но есть созидание и есть разрушение. Есть жизнь и есть смерть. Мы слиты воедино и с тем, и с другим. И вот во взаимодействии вот этих начал происходит то, что мы называем жизнью в явленном мире. Соответственно, у нас сварок Перун-Велес, как я уже говорил, это три единства мироздания, три пласта миров. И четвертый чур связан с женским ликом. Так получилось, что это так родилось отчасти спонтанно. Мы не вырезали на нем никакого лига. Там вырезана лунница. Это один из основных, собственно, женских символов. В свое время в родноверии велась полемика о том, вообще нужно ли женским божествам ставить чуры. Мотивировалось это тем, что любой чур, он так или иначе связан с, ну, извините, с фалической силой, с мужской мощью. Да, а здесь женщина, и, может быть, негоже ее таким образом чтить, а, возможно, нужно делать колодец, источник, что в любом случае ближе к олицетворению действительно женской силы. Вот, ну, так как все-таки женские лики мы так или иначе ставим, в данном случае вот женский лик с лунницей, он олицетворяет собой всех. Богинь, это Леля-дева, это жена Лада, это Макошь-прародительница, это Мара, которые те врата толонов, которые, не из которого мы приходим, а в которые мы уходим, чтобы возвратиться в этом вечном коловращении, собственно говоря, жизни. Великая Мать многолика. Я бы сказал так, что образ Великой Матери, он может быть даже сложнее. Мужских божеств, мужские, ну, пожалуй, кроме Велеса, они более, более одномерные, более явные, более конкретные. Женские божества, они всегда сложны, как сложен женский характер. Вот, в хорошем смысле, конечно же, этого слова. И вот, мне кажется, важным иногда не ставить последнюю точку, то есть давать пространство людям для собственного осмысления, для понимания того, что любой наш вот этот образ, зримый образ, олицетворяющий незримое, он намного меньше, чем то, что за ним стоит. И он указывает и дает возможность человеку, ну, который вложит в это свою силу, волю, там, желание, раскрыть вот этот образ дальше, дает возможность раскрыть как раз глубины, ширину, высоту, глубину, чуть-чуть, одним словом, образ всегда меньше, чем то, что он выражает. Вот, и каждый выразит, откроет его в связи с той глубиной, которая ему соответствует. Я обратил внимание, что капище Апахана, ров сделан, и сделаны двой ворот. Вот про это можно символику рассказать? Ну, самая первая Апашка. Апашка так или иначе делается... Вот тут я, возможно, буду противоречить сам себе, но я сейчас объясню эту мысль. С одной стороны, для нас первичным капщем является вся родная земля. То есть она равна священно. Горы и низины, там, где проявлены силы светло-ховненных богов, там, где проявлены силы нижних богов, навных богов, они в равной степени священны, потому что это разные аспекты, в общем-то, единой силы, единого узора мироздания. И в этом смысле можно сказать, что как мы можем отделить капище от равна священной земли. Но вот здесь вступает дальше человеческая психология. Когда мы приезжаем из города, вот мы едем на автобусе, на машине, мы приезжаем сюда с целым грузом каких-то своих проблем, решенных, нерешенных, своих сложностей. И человеку необходимо создать зримые условия перехода из одного состояния в другое. И вот это вот состояние перехода, оно прежде всего как раз выражается вот этим символом опашкой. Для богов мы не можем, ну если бы мы смотрели глазами богов, земля священна как капищная, так и за ее пределами. Но для людей, когда мы восходим на капище, а мы именно не проходим, а восходим. Это не оговорка, это именно вот указание на наше духовное устремление, с которым мы восходим туда. Это позволяет человеку вот что-то переключить, какой-то тумблер внутри него самого, что-то изменить в сознании, когда он из обыденности переходит к священному. Когда он от людей переходит к богам. Состояние, в котором он опять вернется к пониманию, что равно священные боги и люди, и может быть в глубине человека он увидит божественное, в богах он увидит человеческое, увидит единство всего. К этому надо прийти, пройдя определенный духовный путь. Но первое, это умение разделять. Сначала мы отделяем священное от мирского, чтобы потом на каком-то более глубоком этапе воссоединить это, воссоединить это прежде всего в себе, понять, что все равно священно. Но это надо понять не головой. Это можно прочувствовать. И вот сам вот этот вот путь родноверия, путь родных богов, он ведет, собственно говоря, к этому, к пониманию священности всего, священности природы, зримой и незримой, природы Матушки, которая нас окружает, и нашей истинной природы, которая где-то в глубине сердца. И обряд построен, чтобы соединить вот эту вот внутреннюю природу с внешней природой. Поэтому, проходя весь круг годовых праздников, мы в каждой, на каждом сегменте, скажем, этого круга, мы обращаемся к тому лику Всебожья, который связан с теми силами божественными, которые наиболее проявлены в это время. И проходя весь круг, мы таким образом восстанавливаем, переживаем целостность собственной души. То есть мы проходим все лики. Поэтому, хотя для каждого из нас какой-то из богов, допустим, является в жизни, ну, проводником, богом-покровителем, скажем так. Для меня это Велес, допустим. Там для воина, допустим, это будет Перун. Здесь не стоит спорить, кто лучше, а кто хуже. Это выбираем мы не умом, а сердцем. Или, скажем так, боги выбирают нас. Но отталкиваясь от известного, от того, что есть ты сам, что тебе близко, с кем ты сроднен по внутреннему ощущению, мы так или иначе проходим весь круг, чтобы обрести всю целостность. Или, по крайней мере, вот от частного прийти к общему и цельность души восстановить. В этом, собственно говоря, один из смыслов, с моей точки зрения, родноверия. Двое врат, два входа. Собственно говоря, это буквально вход и выход. Здесь, вот, когда мы входим в какие-то одни врата, если мы через них возвращаемся, подсознательно возникает ощущение, что вот мы вошли, побыли и вернулись обратно. Это не совсем так. То есть, это может для нас таким быть, но можно пойти дальше. Можно пройти через вот это священное пространство, которое тебя присуществит, в котором мы, ну, инициатически умрем и возродимся, и мы выйдем оттуда уже другими. И это как тоже, как, ну, как женская лона и могила, там, в каком-то смысле. То есть, когда мы одними вратами приходим, одними выходим, и рождаемся мы здесь, и рождаемся мы там. Это тоже еще большой философский вопрос. И вот здесь мы восходим на капище, мы не возвращаемся, мы идем дальше, мы идем вперед, и мы идем даже за пределы вот этого самого священного, пускай рукотворного образа, мы выходим дальше, чтобы как раз увидеть священное во всем сущем. И человек, который, ну, вот это прошел, вот это внутреннее посвящение, которое, как бы сказать, оно связано не с людьми, а с его внутренним состоянием. То есть, когда он как человек восходит к богам, но пройдя через богов, если он ощутил, пережил на себе это, он раскрывает внутри себя божественную природу. И он выходит оттуда уже не просто на словах, говоря, что я внук даже божий, а он ощущает себя сыном богов, он ощущает божественность в себе. Потому что есть традиции, которые говорят, что божественное создало нас, как горшечник, лепит горшок. Сколько бы горшок не молился горшечник, он никогда не станет горшечником, он по-прежнему останется горшком. Мы же говорим, что божественное находится внутри нас, оно находится как вовне нас, в природе, и силы эти проявлены вокруг, но она находится и внутри нас. И раскрывая божественное в себе, в этом и смысл духовной практики. Если ты просто горшок, то для тебя нет никакой духовной практики. Что бы ни практиковал горшок, он не станет горшечником. Он в лучшем случае может смиренно молить горшечника, чтобы он не сделал его, например, ночным горшком, или не разбил его раньше времени. Мы же видим иначе. И вот это как раз коренным образом отличает нас от ряда других традиций, что божественное мы должны раскрыть в себе. И обращаясь через зримые лики, которые олицетворяют, я подчеркиваю, незримые силы, которые присутствуют и вовне, и внутри нас, мы должны раскрыть то, что внутри нас, и не просто на словах, а на деле раскрыть свою внутреннюю божественность, сопричастность вот к этому божественному, прекрасному, глубинному, невыразимому, несказанному, которое нас окружает, из которого мы выходим, и к которому мы в свой черед возвращаемся. Я сегодня наблюдал, что на капище, когда оно еще было недостроено, ну, внешне достроено, но еще не было кумиры поставлено, да, что уже проходили обряды именно речения. Вот именно речение в твоей традиции, что оно означает, как оно проводится? Значит, у нас есть, во-первых, два подхода к именречению, прежде всего. Это либо человек выбирает имя сам, либо он подходит к жрецам и просит, чтобы они ему прорекли вот его имя. Достоинства и недостатки есть у обоих подходов. Какой лучше, вопрос бессмысленный, зависит от человека. С моей точки зрения, мне самому ближе выбирать свой путь самому и формировать свой путь самому. Поэтому мне, ну, кажется, так, я симпатизирую людям, которые приходят, они проделали определенный духовный путь, чтобы открыть свое имя. Как они его услышали? Опять, здесь есть тоже два подхода. Первый подход, когда человек, выбирая имя, берет, ну, какие-то коренные вот те слоги, которые обозначают те качества, которые в нем уже присутствуют. Скажем, он добрый и говорит, вот я хочу быть Добромиром, потому что это соответствует моей природе. Но есть второй подход, когда человек понимает, что мне не хватает доброты, я беру имя Добромир, чтобы оно мне стало путеводной звездой, к которой я иду. И тот и другой подход верны, и какой лучше, опять-таки, зависит от человека, какой ему больше подойдет. Второй подход, когда человек приходит к жрецам и говорит, вот я хочу, чтобы мне прорекли следующие люди. Здесь мы обычно делаем как? Мы задаем, ну, в пределах трех вопросов, которые рождаются спонтанно, духовного характера, чтобы, это делает жрец, соответственно, кто проводит обряд, для того, чтобы он мог прочувствовать этого человека. Мы можем, конечно, быть внутри себя, нам может казаться, что мы чувствуем его и так, но когда человек начинает, ты ему задаешь вопрос, как он отвечает. Важно не то, что именно он ответил, важно, как он ответил. И выстраивается какой-то образ человека в голове жреца, в сердце жреца, так или иначе появляется. И здесь дальше тоже, опять два варианта. Либо жрец говорит, извини, дружие, я тебя не чувствую, вот, ну, возможно, тебе надо наречься у кого-то другого, я не могу тебе проречь ими. Либо человек говорит, ага, я тебя услышал, я тебя понял, да будет по воле богов, свершим. И он свершает, соответственно. Формально это выглядит как? Мы, ну, так сказать, в кавычках, причащаем человека стихиями. То есть мы берем зерно, которое символизирует мать сырую землю, мы сыпем его обычно наголо, говорим, как сильна да могутна, могутна да тримогутна, мать сыра земля, так и же буди и ты. Берем воду, говорим, как чиста эта вода, так будут чисты твои очи. И, ну, не прямо в глаза льем, но так вот проводим, опять-таки символически, как чиста эта вода, так будут чисты твои помыслы, как чиста эта вода, так да будет чисто твое сердце. Следующая стихия, огонь. Берем, как правило, сук, который лежит в костре, он уже тлеет там, он какой-то огонек на нем есть, вот мы его достаем, так, чтобы опять удобно было рукой взяться. Вокруг огнем обносим человека, огонь сам по себе стихия очищающая, стихия трансформирующая. Это характерная, кстати, черта огня, в отличие от всех остальных стихий. Все, что соприкасается с огнем, меняет свою природу. И вот эта символика, она была еще в древности, соответственно, увидена, почувствована, и это использовалось как раз в каких-то инициатических обрядах. Он очищает, он помогает присуществиться, чтобы прежнее перегорело, и в новом качестве мы как-то так или иначе возродились. Вот, и там, как ярда пылок, огонь сворожеч, так буди и ты. Там огонь пусть в прах прогорит, прожжет худое, а тебе светочем на пути будет. Слова могут быть разные, потому что, опять вот, даже те жрецы, которые сегодня здесь, каждый имеет, ну, какие-то свои. То есть я сейчас говорю примерные слова, вот некое примерное направление. Здесь нету какого-то четкого канона и какой-то четкой концепции. Ну, точнее, концепция есть, есть некое виденье, вот, взаимодействие со стихами. Да, но в частности, какими словами это будет сказано? Какие слова жрец посчитает верным и нужным сказать конкретному человеку? Это тоже важно. И это задача жреца, этому трудно научить. Надо действительно чувствовать человека. Даже если, вот, ты считаешь, что ты его не до конца понимаешь, но отнесись к нему с сердцем, сделай то, что ты можешь. И если ты понимаешь, что это за пределами твоих сил, опять, честно скажи, но если ты можешь, вот, сделай так, как это будет и тебе по сердцу, и чтобы это стало человеку некой путеводной звездой. Потому что обретение имени, это так или иначе, это путь в новую жизнь. Это тоже микросмерть и возрождение. Это начало чего-то нового. Вот люди, которые занимаются астрологией, они некоторые после именречения, помимо, вот, так сказать, гороскопа рождения, они вот даже смотрят вот именно момент именно речения и строят себе там космограмму, рисуют, значит, вот, да, вот как. И это меняется, особенно, если для человека это значимо. Я допускаю ситуацию, когда приедет какой-нибудь человек, просто левый, вот ему просто весело. Он, хочу наречься, он придет, для него это будет некой игрой. Нам несложно его наречь. То есть, нет, мы можем, конечно, поиздеваться, если увидим, там, его там с дубопадом, там, назвать, так сказать, допустим. Или там что-нибудь еще. Ну, допустим, он выбрал какое-то имя, но если для него это не важно, для него это и не сработает. Для него это и будет просто очередной игрой его ума, игрой, в которую он привык играть. Ну, там, кто-то любит конфеты, кто-то канареек, кто-то конституцию, кто-то, так сказать, севырюжину с хреном. Вот, для него это будет игрой. Для человека, для которого имя станет вот неким мостиком в иное качество себя, это станет лестницей, это станет переходом. То есть, мы даем человеку инструмент, которым он должен сам воспользоваться. И вот это важный момент. Речь не идет о каком-то таком вот зомбировании, что, дескать, вот он отныне будет таким. Вот ничего подобного. Мы просто даем человеку возможность сделать с собой что-то. Если в нем нет вот этого божественного огня, который пылает и заставляет его куда-то стремиться что-то делать, если нет, можно быть трижды волхвом Советского Союза, великим магом всех времен и народов. Ничего с дураком не поделать. То есть, но когда человек готов, то этот инструмент ему поможет. Ну и последний, связанное с воздухом, мы его еще связываем с духом. Жрец подходит сзади, он так дует в теме и говорит, а дух родов, сам род вдохнул. Иногда перед именно речением, соответственно, человек просит провести обряд очищения. Это иногда бывает связано либо с каким-то инициациям в другие религии. Я вот не люблю вот этих слов там, раскрещивание или там против чего-то. Вот не надо быть против чего-то. Просто, во-первых, человек – это живой родник, который течет во времени, в пространстве. Если он меняется, развивается, то это нормально, что он вырастает, ну, грубо говоря, из своей детской одежды. И как мы не проводим обряд, проклятия своих там детских, не знаю, шлепанцев, так, на мой взгляд, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, нет смысла вот прямо слишком много внимания уделять вот отречению от каких-то прежних взглядов. Ты чем-то занимался, ты через что-то шел, раскрывал мир и божественный, раскрывал себя. Пусть это будет кирпичиком в твое мироздание. Знай это. Если ты пошел дальше, перешел дальше, дай бог тебе здоровья, так сказать, замечательно. И нет смысла это проклинать. Ты на этом стоишь. Просто иди дальше, не останавливайся. И поэтому… Но некоторые люди говорят, что вот я чувствую, что меня там крестили в детстве, а вот я был маленький, ну, вот я чувствую, что у меня… И Грегор какой-то висит. Вот некая связь, вот я ее чувствую. Если ты чувствуешь, в большинстве случаев, это даже, скажем так, не оккультная связь, это психологическая связь. Мы можем помочь человеку эту связь разорвать, оставить при условии, если он сам это хочет, и если он хочет именно от этого отойти. Это важно. Для некоторых людей это нужно. Но подчеркиваю, с моей точки зрения, это не является обязательным. То есть человек, в принципе, может много чем заниматься, но вопрос, чему он отдает свое сердце. Мы живем в мире, который вообще пронизан магией. И на нас пытаются магически влиять очень многие направления, силы, люди, общество и так далее. Если мы с каждым будем проводить какие-то серьезные обряды, нет, для кого-то именно так, наверное, и надо. Но для кого-то это будет, как бы сказать, мы слишком много внимания, вот чему мы уделяем внимание, тому мы даем силу. Вот не надо это подкармливать. Надо с улыбкой, со смехом сказать, да, ну, я интересовался этим, но я прошел, и я иду дальше, я расту дальше, я не останавливаюсь. Ну, если оно есть, да. И спокойно уметь отпускать, потому как мы отпускаем то, что формировало нас прежде, поэтому можно сказать о глубине мудрости человека. По умению отпускать, по умению работать, ну, со смертью, если угодно, но, подчеркиваю, осознанно, не когда она к нам придет, а когда мы осознанно какие-то вещи отдаем, отпускаем вновь, идем дальше. Очищенные, освобожденные, разорвав какие-то ложные личины, сняв какие-то покровы, идем дальше, делаем шаг навстречу вот этому божественному неизведанному, которому мы доверяем, потому что это наши родные боги, потому что они нас не обманут. А все формы, через которые наше понимание формировалось, они рано или поздно устаревают, и мы рано или поздно их отпускаем, но мы идем дальше. И в этом суть жизни не держаться за форму, а понимать, что есть жизнь. Вот это вот биение, валение духа, чувствовать в себе, нести в себе и проводить с собой в этот мир. Хорошо, с капищем разобрались, разобрались с имянаречением, теперь пройдемся по тому, что намечено сегодня еще. После того, как капище подготовлено и какие мероприятия намечены, вот надо поговорить о том, что будет и чем сердце успокоится сегодня, да? Или наоборот возъявится. Значит, что сегодня будет? Где-то, вот сейчас проходит там имянаречения, будут проходить, соответственно, свадьбы. Уже вскоре люди начнут собирать большой купальский костер, который мы называем Купалец, он будет стоять по центру поля. После того, как все имянаречения пройдут, как Купалец будет собран, будет какое-то время для отдыха, потому что людям надо просто настроиться на, собственно говоря, действу. Ну, где-то, наверное, ближе к сумеркам, но еще по свету, когда уже жара спадет, но при свете дня, это важный момент, мы так или иначе соберем всех людей, призовем их к капищу. Сначала будут сказаны какие-то слова от устроителей, от жрецов, проводящих обряд, после чего мы встанем воедино кола вокруг, собственно, капища и начнется, собственно, обряд. Обряд будет представлять из себя, ну, собственно, как это и обычно, очищение места, выжигание священного огня, обращение к родным богам, принесение треб, смотрение, как восходит треба, нет, если они восходят, то мы объявляем, да будет по нашим чаяниям. Вот, потом опять мы замыкаем кола и фактически принимаем силу богов. Вот тот самый хоровод, который обычно воспринимается как, ну, такое девичье развлечение. На самом деле, можно представить себе даже воинский хоровод, то есть, обрядовый пляс, который позволяет собрать воедино силу, особенно силу действия, в котором аккумулируется сила очень многих людей, внимание очень многих людей, куда призывается сила богов. И вот когда вот это вот сила и воля людей и богов соединяются вместе, эту силу человек так или иначе должен принять в себя и понести ее в своей жизни, он изменится. То есть, обряд должен вот уже что-то в нем дополнить, как бы его, или раскрыть какие-то внутренние его, так сказать, потенциалы. Вот, после этого будет, ну, наверное, тоже небольшая передышка, и будут такие обрядовые полуигры, полумистерии, как похороны ярилы и проводы березки. Березка связана с женским началом, ярила это кукла, которая плетется из ветвей, она, как правило, с ярко выраженными мужскими, так сказать, принадлежностями. Здесь не нужно усматривать какое-то, ну, что-то непристойное, потому что это проводы вот этой весенней ярии, сильной мощи весны, которая приносит жизнь, и, соответственно, именно не ритуальными оргиями, как обвиняли, так сказать, иные люди, порой, язычников, а обращением своего сознания к этой самой ярой силе. Мы возгнетаем в себе эту ярую силу, но на купалу вот эта весенняя ярость, юношеская, если угодно, ярость, должна присуществиться в некую более зрелую, перейти в иную стать, скажем так, так юноша, ну, женясь, а женщина выходя замуж, соответственно, девушка выходя замуж, превращаются уже в мужа и жену, в мужчину и женщину, и вот в традиционной культуре разница между девушкой и женщиной, или, там, скажем, юношей и зрелым мужем, она качественная, это не просто вот, так сказать, что там в паспорте, да, это некое иное состояние, и от таких людей ждут совершенно, ну, решения совершенно других задач в мире, в семье, в своей собственной жизни, вот, и купала, это вот как раз точка, когда происходит вот этот переход из весны, по сути, вот, из юности в зрелость, поэтому мы провожаем вот эту ярую силу, олицетворяемую верилой, вот эта леляна березка с опять с бурлящими водами, вот с этими сперми-русалками, которые мы там отмечали на те самые русалии на весенние праздники, мы это провожаем, и женщина из вот девы, полусвященной, полуопасной, но еще не знающей вот этого соприкосновения с мужским началом, она превращается в женщину, которая действует в гармонии с мужским началом, мужчина из вот этого юноши, который стремится к чему-то, вот, так сказать, горит, он превращается в зрелого мужа, и праздник таким образом дает нам образ, указания на то, как нам надо жить, вот они посвящения языческие, которые происходят в течение всей жизни, и человек должен уметь их правильно происходить, смешон взрослый муж или старик, который пытается вести себя как юноша, и, так сказать, доказывать свою значимость через какие-то такие кирильские, фаллические, так сказать, вещи. Точно так же может быть смешон юноша, который вместо того, чтобы решать свои непосредственные задачи, он пытается на себя, на личину старца, так сказать, надеть. То есть, все должно быть в гармонии. Из любого, конечно, правила есть исключение, но так или иначе, есть определенный жизненный цикл, который мы проходим, и каждая вот эта ступень, каждая стать, которую мы проходим, она, это какая-то часть нашей души, которая должна быть создана, если мы что-то упускаем, мы не можем перейти на следующую стать. Вот утеря невозможность, скажем так, одного посвящения нас лишает возможности каких-то дальнейших прохождений, нашего естественного природного пути. Вот это вот все достаточно важно. Одним словом, мы полушутейно сжигаем эту самую куклу. этнография приводит совершенно феерические описания этого действия, но, к сожалению, так как многие из них записаны уже в христианское время и записаны людьми, которые негативно относились к язычеству, они пытались всячески подчеркнуть вот этот вот фривольный, эротический подтекст действия. Но, учитывая, что ни в одном из этих описаний никаких свальных грехов, никаких массовых оргий не описывается, а они специально искали, они хотели что-то найти, они высасывали из пальца, чтобы найти хоть что-то, в чем обвинить, и уж если они не нашли, то не надо приписывать нашим предкам какую-то чрезмерную развратность. Умение работать с силами созидания, которые не только у славян, но и у многих древних народов олицетворялись мужскими и женскими половыми органами, и в этом не было ничего постыдного, просто все должно быть уместно. И через эту увидеть творческую силу Бога, это прекрасно и божественно. Но если ты опять-таки не способен видеть суть, но подменяющей ее формой, это слабость тебя самого, всего-навсего, но не традиции. Поэтому умение затрагивать вот эти эротические моменты, которые нас ерят, заставляют нас собраться, вот взыграть, так сказать, жизненной силой, но направить на разумное полноценное общение с противоположным полом, на создание семьи и так далее. Но вот сегодня такие игры будут, но подчеркиваю, когда мы смотрим какой-нибудь там фильм Тарковского, где куча голых людей одновременно бежит, вот такого, во-первых, мы не видим этого из этнографии, собственно, нет таких описаний, а во-вторых, мы точно так же это не практикуем. То есть человек ищет себе пару, это нормально, это замечательно, но вульгаризировать это, делать это посмешищем, делать это чем-то ну, сродни такой, не знаю, групповой оргии, наверное, не совсем верно. Вот. И опять-таки, если мы берем традицию наших предков, мы не наблюдаем это. Вот. Поэтому, собственно, кто сегодня к нам приехал в поисках оргий, а такие каждый год приезжает вот пара-тройка людей обязательно, а когда же, говорит, начнется, вот так сказать, МГМ, ну, извини, друг, ну, как бы. Там лес туда идите, да? Да, да, да. Вот тебе дупло, так сказать, вот, и уж делай с ним что хочешь, а уж с людьми по-людски поступай. Вот. В общем, поэтому избегать крайностей. То есть, вот как неверно говорить, что вот прямо славяне, вот они все вот прямо такие. Нет, там есть фольклор вообще русский, он там есть очень ядреный, очень задиристый, там есть это, и это, как правило, связано с весенне-летним циклом. То есть, песни определенного содержания пелись с определенными словами и так далее, они пелись весной, но было сакрально неверным петь это осенью или зимой. Они не пелись, как, ну, как масленичные песни, там, не знаю, условно говоря, не пелись осенью. И вот это вот всему свое время. Весной природа расцветает, ярится, мы поем такие песни, мы позволяем себе в отношениях какую-то вольность, в словах какую-то вольность, но все на своем месте. И вот это вот, чувствовать вот эту гармонию, учиться у природы и, ну, как сказать, гармонично проводить вот эти силы природы в человеческое сообщество. Вот это, это и наука, и искусство одновременно, и психологическое искусство, в частности. Это крайне важно, на мой взгляд. Вот. Ну и, собственно говоря, я уж маленько, так сказать, а то задержался, на, так сказать, на Ериле. Просто это обычно самый такой животрепещущий момент. Вот. Но, тем не менее, завершается все в сумерках, когда мы возжигаем вот этот огромный купалец, огромный костер, который горит фактически всю ночь до утра, благо, что ночь короткая. Люди стараются, значит, многие до утра, собственно, и досидеть у него. Вот этот огромный купалец, когда там стоят бревна, так сказать, высотой в дерево, прыгать через него не надо. То есть, можно не долететь. Вот. И это тоже, конечно, посвящение, но не надо его торопить, как бы, всему, опять-таки, свое время. Поэтому для прыжков, я думаю, будут разложены еще маленькие костры, которые... И вот здесь тоже стоит сказать. Два, опять-таки, подхода. Через костер можно, когда человек прыгает один, это символ очищения, то есть, он что-то прошлое, что-то худое хочет очиститься, сбросить. Если прыгается парой, то это символ, ну, скажем так, такого обручения. Это еще не свадьба, но это, по крайней мере, некий уже серьезный знак того, что... Ну, некое предложение серьезных отношений. Поэтому обыске прыгать через купальский костер не стоит. Когда мальчик с мальчиком прыгают, это вызывает... Это не стоит. Вот, хотя сейчас это становится модным, ну, не в языческом мире, но вот... Но, тем не менее, традиционная культура все-таки, она связана с продолжением рода, и в данном случае такие вещи, они выглядят несколько абсурдными на традиционных славянских праздниках. Неуместными. Неуместными, да, при том, что, подчеркиваю, очищение можно проходить по отдельности, парами можно прыгать, и здесь бог и богини соединяются в мужчине и женщине. Понимаете, бог сам с собой, нет смысла ему соединяться, он и так сам с собой един. То есть, в сакральном смысле это становится пустым занятием, когда люди играются в это, когда вот мы со своим другом, даже без всяких таких, так сказать, других подсмыслов, мы прыгнем через костер, или мы с моей подругой прыгнем. Не надо. Вот здесь символика брачная, поэтому здесь очень аккуратно, соответственно, очень внимательно, и для этого, опять-таки, человек, приезжающий на Купалу, все-таки должен, ну, какой-то минимальный, что ли, такой ликбез пройти, то есть, какую-то причастность к культуре иметь. Мало быть просто любопытствующим, то есть, мы сейчас живем в такое время, когда нам приходится прилагать усилия, чтобы раскрыть свою собственную родную культуру. Когда-то мы в ней рождались, жили, и это с молоком матери воспринималось, но сейчас люди, которые сюда приезжают в большинстве случаев, это люди, которые осознанно пришли, сделали этот выбор, они осознанно что-то искали, опять, каждый из нас может заблуждаться, там, иметь какие-то свои, в частности, там, личностные, может быть, очень представления, но необходимость, зов некий сердца должен призвать человека, чтобы он приехал сюда, и когда он еще что-то поизучал, когда он попытался быть причастным к родной культуре не только на словах, а вот он действительно знает, что это такое, он знает, к чему именно он причастен, тогда для него это действительно станет мистерием, неким присуществлением внутренним, неким священным, важным действием, которое изменит, ну, его хочется думать в хорошую сторону. купаться когда? По сути, в любое время, то есть, купаются как днем, так и вечером, вечером еще иногда пускают, соответственно, венки с огнями по воде, вот, сейчас опять много, ну, принято, как правило, купаться и без одежды, ну, на крупных праздниках, я сам первый бы, наверное, сказал, что, ну, осторожно надо с этим быть, потому что люди очень разные, когда мы в своем кругу людей, во-первых, понимающих, понимающих, как к этому относиться, и, ну, достаточно духовно зрелых, чтобы опять-таки не, ну, не слишком увлекаться формой, которую они видят, то есть, вот, эту зрелость надо обрести, она даже не от возраста зависит, она зависит от, ну, от понимания, от глубины понимания, что ли, вот, но на крупных праздниках, когда народу много, мы стараемся, ну, все-таки, вот такие публичные купания, ну, ограничивать, ну, то есть, как вот обычно люди одеваются, там, в какой-то купальном костюме, вот так, наверное, лучше купаться, мы не запрещаем тем, кто хочет голышом это делать, если это его выбор, но, тем не менее, все-таки надо быть осторожным, потому что, ну, для кого-то это является, вот, чем-то шокирующим, все-таки стоит помнить, в каком мире мы живем, в какой, какая культура нас окружает, какие существуют представления, я не говорю, что надо полностью их разделять, но надо иметь это в виду, и не шокировать людей, ну, раньше времени, просто надо уметь что-то объяснить, он сам потом до этого дойдет, может быть, но если ему это покажется актуальным и нужно, вот, если он не покажется актуальным, если он скромные люди, более такие развязные люди, они есть в любой культуре, во любом времени, и это не хорошо, не плохо, это особенность характера просто, вот, и каждый, наверное, имеет право на существование, вот, но у нас еще и стоит какая задача, ну, не дискредитировать родную веру в современной среде, когда очень много недоброжелателей, когда мы, нас уже пытаются выставить за сатанистов, за сумасшедших, за кого угодно, лишь бы только вот, лишь бы прицепиться, лишь бы мы не стали, лишь бы русская вера не стала частью нашей жизни, нашей жизни, да, ну, тут и финансовые, и политические вещи, я уже не буду говорить о грустном, так сказать, не будем об этом, не будем на празднике, да, вот, ну, понятно, а завтра чем будет все заниматься народом? фактически завтра уже будет разъезд, во-первых, здесь будет уборка, место, после чего, ну, кто-то опять-таки уже начнет разъезжаться с самого раннего утра, кто-то захочет выспаться после долгой ночи, кто особенно встретит рассвет, соответственно, ночь без сна, ночь активная, яркая, яростная, вот, поэтому кто-то отоспится, закроется ярмарка наша, которая завтра еще, наверное, с утра тоже поработает, ну, и потом люди разъедутся по домам, вот, каких-то действий уже таких, собственно, не будет, все действия, вот, должны будут завершиться сегодня в ночи, так или иначе. Я обратил внимание, машин достаточно много, если учесть, что не один человек приезжает на машине, то, в общем-то, народу сюда приехал достаточно большое количество. Здесь уже много, здесь же получилось так, что вот, ну, то есть фактически два объединения соединилось вместе, Купалово-Цодруйство, общин Велесово-Круг, которое под Малоярославцем было, ну, собирал, в прошлом году было там полторы тысячи человек, допустим, то есть, может быть, не все эти люди, но многие из них, так или иначе, приедут. Наши замечательные друзья, вот, которые, собственно, нашли это место, которые нас пригласили сюда, у них есть ряд людей, я думаю, тоже речь идет о сотнях, по крайней мере, людей, которые так или иначе приедут, зная их, именно к ним непосредственно, так сказать. И, в общем, в целом, ну, опять, какое-то количество этих людей, наверное, пересекается, потому что современный родновешенский мир достаточно тесен, все друг друга знают, просто каждый, может быть, ну, отправляясь на праздник, выбирает тех людей, которые, ну, чисто по-человечески, может, ему ближе. Просто всегда вступают тут в роль какие-то, ну, человеческие симпатии, антипатии. Это нормально, это не хорошо, не плохо, ну, просто, оно есть и есть, но это и замечательно, когда празднеств много, когда есть именно разные направления, когда есть, это чуть-чуть так делает, это чуть-чуть так. Каждый вкладывает какую-то свою, вот, чуть-чуть свой образ, и в результате, через это многообразие, мы охватываем фактически, ну, фактически всех людей. Ведь, если мы возьмем этнографию, там же тоже, там в соседних деревнях купал могла праздновать, чуть-чуть по-разному. То есть, жесткого, четкого канона, что только так, а не иначе, вот, какой-то церковного, такого правила, не существует. Существует, скорее, некое пространство, в рамках которых, в рамках которого, возможно, ну, определенная вариативность. Ну, то есть, да, есть, конечно, какие-то уже предельные состояния, которые вышибают нас, например, из рамок уже, собственно, родной традиции. Вот, но так или иначе, даже сама вот это, это пространство традиции, оно достаточно широко, чтобы вместить в себя очень много направлений, очень много взглядов, очень много личностных, вот таких, характерных людей, качеств, праздников и так далее. Поэтому, в общем, я считаю, что все развивается, как оно, наверное, и должно быть. И, наверное, это замечательно, собственно. В общем, ты ответил на вопрос, который я хотел тебе задать. Как уживаются представители разных традиций и те, кто следует разным традициям здесь на Купалу? Ну, ты уже ответил. Я даже могу еще кратко сказать, вот тут, порой бывает людям трудно соединиться, но вот, когда люди встают вокруг капища, вот капище есть тот центр, который их соединяет. Вот, на капище мы едины. Вот там вот, Алатырь камень, вот сердце мира, и через это сердце наши сердца единятся. Чисто по-человечески мы можем, ну, кто-то может не любить кого-то или как-то там иметь сложные какие-то отношения со стоящим рядом, хотя тоже мы иногда говорим, что вот, ну, если есть кто-то, вот с кем ты не встанешь в один круг, ну, наверное, может быть, это стоит проговорить как-то заранее, то есть, но не выносить этот конфликт на праздник, потому что на праздник мы приезжаем к богам, а не разбирать человеческие сложности. Вот, но на крупном празднике, когда людей много, и многие друг друга просто не знают, и они пока ничего не могут сказать. Вот, и даже если люди, ну, где-то встречались, и у них не возникла взаимной симпатии, но тем не менее, через капище они могут объединиться, потому что есть вот эта вот поверхность человеческая, на которой мы все разные, мы все по отдельности, есть более глубинный пласт, на котором мы все взаимосвязаны, и есть самый центр, самый глубинный, где мы все едины, где мы все есть само божественное за пределами всех имен и форм. Там споров вообще нет. Вот как раз этим хочется нашу передачу закончить, чтобы ты, как человек, давно занимающийся исследованием наших древних традиций, что-то пожелал людям для объединения. Сейчас как раз наступает момент, когда пора людям нашим, русичим, славянам, объединиться, независимо от того, родноверты, староверты, язычник, неоязычник, просто интересуешься культурой, пора объединяться. И вот хочу, чтобы ты нашим радиослушателям и зрителям сказал от себя какой-то такой посыл добрый по объединению. Ну, хорошо. Ищите в глубине, не ищите на поверхности. Именами можно обмануться, но то, что за пределами имен, вот оно-то и есть подлинное и нас объединяет. Не отказывайтесь от рассудочности, от ума, но умейте слушать сердце и умейте идти разумным путем по стыдям своего сердца. Потому что порой мы ощущаем, интуитивно знаем, переживаем непосредственно то, что нам трудно выразить, то, что нам трудно объяснить. Мы все разные, и мы все прорабатываем здесь какие-то свои фрагменты мироздания, выстраиваем. Мы собираем одну общую мозаику, но каждый делает какой-то свой фрагмент. И понять это единство, увидеть красоту общего узора можно не от головы, можно от сердца. Следуйте сердцу. Не пытайтесь подавить неприязнь. От этого вы просто еще больше будете напряжены, что вот я чувствую в себе гнев, я пытаюсь его подавить. Не боритесь с тем, что неверно, а идите на ту глубину, которая объединяет все. Сделайте шаг глубже, где нет этих противоречий. На уровне богов боги нас объединяют. Родная земля, матушка, отец неба. Все боги, которых мы даже можем не называть по именам, а просто говорить отец мудрости, отец гром, мать, любовь. Как бы мы ни называли, иногда стоит выйти за пределы имен и обратиться к тому, что нас объединяет к тому, что действительно подлинно существует. Когда люди видят реальность, им не о чем спорить, а вот на уровне интерпретации реальности, на уровне объяснения существует множество взглядов, множество споров, и они никогда не прекратятся. Поэтому идите вглубь, там, где нет споров. Благодарю тебя, благодарю. Итак, мы ввели репортаж с Купал 2016 под Москвой. Желаю вам всего самого доброго, объединяйтесь, включайте здравомыслие. До новых встреч, услышимся и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова